В Урае внедряют дуальный сбор мусора. На контейнерных площадках города появились новые баки с наклейками двух цветов. Влажные отходы в серые контейнеры, сухие в зеленые. Это позволит решить главную проблему переработки мусора – загрязнение пищевыми отходами. Бумага, стеклянные бутылки, консервные банки и пластиковые контейнеры попадут в одну урну. Их вывезут отдельной машиной и рассортируют по видам. Указатели на баках – это первый этап на пути к новой системе сбора ТКО. Когда эксперимент вступит в стадию полной реализации, в Урае будут работать два специальных автомобиля. Яркие наклейки на мусорных баках появились на 100 контейнерных площадках города. Осталось обустроить еще около 10. Эту работу специалисты коммунального хозяйства Урая проведут до конца октября. Понятно, что первое время будет один мусоровоз ездить и собирать весь мусор со всех этих контейнеров. Но в любом случае, эту работу нам необходимо выполнять. У нас разработана соответствующая дорожная карта с региональным оператором, которая должна начать свое действие с 1 января следующего года. В Югре стартовали школьные каникулы. Продлятся они две недели. Чтобы во время каникул дети не скучали, школы округа подготовили более 850 программ доп. образований, около 1000 лекций и мастер-классов в дистанционном формате. На онлайн-площадках Югры будут работать более 200 лагерей. Только в Когалыми виртуальные площадки охватят примерно 1000 школьников. Онлайн-формат вовсе не означает, что они будут часами сидеть в мониторе. Например, школьники попладше будут готовить завтраки, танцевать и исполнять другие творческие задания. А ребята постарше узнают о волонтерском движении. Юнормейцев ждут зарядки с олимпийскими чемпионами, секреты парашютной подготовки и элементы самообороны. У них будет выбор большой. Кто-то любит танцевать, значит они танцуют, кто-то петь, поют, кто-то рисует, студия краски. Таким образом, не обязательно участвовать детям сразу во всех мероприятиях, а только делать выбор по интересам. Спортсмены советского района получили новый инвентарь. Еще в прошлом году администрация муниципалитета заключила соглашение с окружным департаментом физкультуры и спорта. В рамках нацпроекта район получает федеральную субсидию. В прошлом году почти 3 миллиона потратили на участие спортсменов в тренировочных сборах и соревнованиях регионального и всероссийского уровня. В этом году все мероприятия отменили, а вот новое оборудование закупили на сумму более 600 тысяч рублей. Причем инвентарь приобрели адресно для тех видов спорта, которые культивируются в районной школе Олимпийского резерва. А это главным образом плавание, боксы и лыжные гонки. Основной тренажер это силовая рама кроссовер со стеками. Потом пришла новая гиперэкстензия и тренажер на подкачку бицепса, трицепсов. Это оборудование рассчитано на детей старше 14 лет. То есть это сейчас упор делается на тренировку ребят, которые у нас в сборной округа находятся. В Югре продолжается диспансеризация. Пройти всесторонние обследования может каждый житель Югры старше 18 лет. До 39 диспансеризацию проводят один раз в три года, а после 40 ежегодно. Так в Нягоне ежедневно примерно 40 горожан начинают скрининг. Как отвечают в Депздраве Югры, чаще всего у нягонцев диагностируют болезни эндокринной и сердечно-сосудистой системы заболеваний органов пищеварения и болезни мочеполовой системы. Как правило, заболевания — это следствие избыточного веса, ожирения, неправильного питания и малоподвижного образа жизни. Среди факторов риска врачи также называют курение. Продолжение следует...